В собственной студии и по собственной авторской программе Наталья Казакова обучает детей и взрослых правильному дыханию. Занимается профилактикой плоскостопия, работает с нарушениями осанки и в целом делает все, чтобы спины учеников были здоровыми. Под такой оздоровительный стартап Наталья оформила соцконтракт и приобрела специальное оборудование. Арендовала помещение и набрала малые группы – 6 человек на занятии максимум. Придумала фишку – совместное оздоровление мать плюс дитя. Получается двойная польза. Прошло полгода, все просто хлопают в ладоши. Без пропуска, три раза в неделю мы просто радуемся. Был момент, когда я неделю пропускала, была в отъезде, пропустили неделю, люди просто писали смс «давай онлайн». Мы хотим твоих занятий, нам не хватает вот этого движения. Есть боли внизу позвоночника, они меня периодически беспокоили. Не захотела все-таки заниматься тем, что принимать лекарства, колоть уколы. Решила попробовать с физкультуры. Но, к слову сказать, у меня вот дочка занимается плаванием, и она привыкла именно к интенсивным нагрузкам на своих тренировках плавательных. Но не все у нее здесь получается. Так что, знаете, здесь все-таки, можно сказать, занятие с двойным дном. Соцконтракт позволил Наталье получить не только целевые деньги, но и дополнительную специальность. Обучилась на инструктора по адаптивной физической культуре. Еще один стартапер Иванощенко стал дипломированным столяром-станочником и преподавателем технологии. Семейным решением совместно с супругой Анной открыли мастерскую. А это и стационарные занятия на дому, и выездные мастер-классы, и постоянное саморазвитие. Мы вот ездили в Калининград, там фирма Тик-Ток, Тук-Тук, Туки-Туки, столярная мастерская. Вот у них филиальчики, мы приезжали в частных, как-то, в спальных районах. То есть там у них педагог, какие-то минимальные инструменты, и детишки приходят. Ну, хотелось бы, чтобы вот несколько было таких, как сказать, точек, что ли. Конечно, это прямо очень сплотило нашу семью, потому что мы, во-первых, стали больше проводить времени вместе. То есть это плюс еще стали дополнительные темы у нас для, ну, общие, да, с мужем. То есть не вот дом, семья, работа, да, а что-то такое вот интересное. Любопытно, но семьи обоих упомянутых стартаперов многодетные. У Натальи трое детей, у Ивана четверо. Быть может, именно наследники и все связанные с ними обязательства подводят родителей к креативным решениям и целеустремленности на пути к успеху. А он уже есть и отмечен первой региональной премией «Ваш успех-2022». Представители малого и среднего бизнеса подали свыше 200 заявок. Выбрано 36 победителей. Среди них супруги Ощенко, лучшие в номинации «Образование и досуг», и Наталья Казакова в категории «Медицина и здоровье». Две с половиной тысячи соцконтрактов оформлено в регионе за семь месяцев этого года. Максимальная сумма на развитие собственного дела – 350 тысяч, на ведение подсобного хозяйства – 200 тысяч, плюс 30 тысяч выделяется на профессиональное переобучение заявителя, и еще небольшая сумма выдается как ежемесячная стипендия. Если есть желание запустить стартап, вас проконсультируют в учреждениях соцзащиты по месту жительства или в проектном офисе «Трудовая семья». Узнайте больше по номеру 8 84 22 44 96 84. Не надо оставаться провинциальным городом, потому что сейчас любой город имеет право стать первым, и это может получиться. Знаю точно, если вы захотите здесь сделать бизнес, вы его сделаете. Татьяна Домоданова, Олег Тимонин, Сергей Рябухин и Алексей Юферев. Репортер 73.